Библейский портал экзегет.ру представляет Кафизма 3, Псалом 19. Запись данной лекции проходит в Срединской духовной семинарии на территории Московского Срединского монастыря и будет опубликована на сайте экзегет.ру. Псалом 19. Нет сомнений в том, что последний стих данного псалма «Господи, спаси царя!» и ссылки на помазанника внутри текста указывают на то, что этот псалом царский. Вполне возможно, что данный псалом исполнялся в составе особого богослужения, которое совершалось накануне отправления царя с войском на сражение. По содержанию данный псалом имеет несколько параллелей со второй книгой «Паралипоменом». Там, в частности, царь Иосафат, столкнувшись с вторжением с востока подавляющих сил противника, объявил пост, собрал людей в храме и возгласил молитвы, которые подчеркивали беспомощность народа против его врагов. «Мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши». На его молитву пришел ответ через Иозеила, левита из сынов Асафовых, который исполнился Духом Святым и сказал, «Так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь, множество всего великого, ибо не ваша война, а Божия». Идеи из второй книги «Паралипоменом» встречаются и в девятнадцатом псалме. В тексте псалма выступает вперед несколько действующих лиц. Во втором-шестом стихах угадывает речь священника, произносящего молитву за царя. Указание на то, что прошение произносится публично в собрании народа, видно в стихе шестом. «Мы возрадуемся, поднимем знамя». В седьмом стихе присутствует громкое заявление о том, что со святых небес получен ответ на молитву. Если проводить с книгой «Паралипоменом», тогда здесь на первый план выходит левит. В ответ собрание уверенно подтверждает свою веру в Бога в стихах 10-17. И речь идет от лица собрания Божия. В этом коротком псалме умело используется повторение слов и идей. В первых пяти стихах 11 раз встречается глагол, выражающий желание. «Пусть он Господь» или «да, будет Господь». Также 11 раз встречается слово «ты». «Ты царь» или «твой». Три из ключевых слов во вступительном стихе «Господи, услышь» в день повторяются в заключительном стихе. Псалом трижды ссылается на имя Божие. Трижды встречается форма существительного или глагола, указывающего на спасение. Рассмотрим детальнее сам текст. Стих 2. «Царь, в котором сосредоточено так много народных надежд, сталкивается с кризисом, который он сам не может преодолеть своими силами. Его единственная защита заключается в имени Бога Израилева». Согласно повествованию книги «Бытия», Иаков был переименован в Израиль и таким образом стал олицетворением всех колен, которые составляли народ Божий. Следовательно, Бог Иакова – это Бог всего общества. Наш Бог. Шестой стих. Господь – Бог наш. Восьмой стих. «Царь, духовенство, народ, в святилище на Сионе призывают имя Бога Иакова с мольбой о помощи и поддержке». В третьем, шестом стихах. «В ряду священнических прошений есть пожелание, чтобы Господь помянул все жертвоприношения». Используемый здесь термин «жертва» – «минха» означает просто дар или подарок. В религиозном контексте нередко это означало хлебное приношение, злаковое. Наряду с таким хлебным приношением, псалмопевец также упоминает все сужения, ола, которые были частью регулярных богослужений в храме и предполагали всецелое сжигание на алтаре туш жертвенных животных, например, тельца, агнца и далее. Итак, перед нами два типа жертв – добровольное от усердия и обязательное. И два культовых термина, которые говорят о жертвоприношении. Глядя на эти жертвы, Бог словно должен вспомнить о приносящих, иначе стать к ним благосклонным. За словами «сделать тучными» может стоять идея восстановить силы, а не только в буквальном смысле слова «нарастить мышцы» или «укрепить здоровье». Означают ли эти показательные ссылки на жертвоприношение, что Бог в обмен на дары исполнит желание сердца царя, каким бы оно ни было? Знак вопроса. Или здесь по умолчанию признается, что такие желания и планы должны соответствовать воле Божией изначально? Молитва еще не закончилась, а народ уже с нетерпением ждет, чтобы поднять флаги победы. Седьмой стих. Голос уверенности в словах «ныне познал я» обозначает поворотный момент в молитве. Помощь от Господа гарантирована, победа близка, Божий ответ придет со святых небес. Указание на небо – это признак того, что Бог не связан с земным храмом. Несмотря на то, что в поэзии о нем говорится, как о живущем или во своем святилище на Сионе, Бог не связан каким-либо местом. В восьмом стихе признается, что народ Божий должен хвастаться невооруженными силами, новейшей военной техникой по тому времени, колесницами или боевыми конями, но он должен хвалиться именем Господа. Уверенные вступительные слова 10 стиха «Господи, спаси царя» стали основой для одного из старейших европейских государственных гимнов, а именно гимна Великобритании «God save the king» «Боже, спаси короля». На основании указа императора Александра I этот гимн с 1816 по 1833 год исполнялся в России во всех торжественных случаях. В 1833 году гимн был несколько изменен и получил название «Боже, царя храни». В такой формулировке государственный гимн Российской империи исполнялся вплоть до 1917 года. Анализируя текст псалма, можно поставить себе несколько смысловых вопросов. Разве народ Израиля не испытывал соблазна использовать имя Бога для оправдания своих собственных амбиций? История изобилует примерами религиозных учреждений и людей, использующих Бога для защиты своей собственной жизни или для оправдания своих сомнительных действий. Гордость именем Господа Бога нашего может быть источником опасного религиозного национализма или оправдания своей исключительности. Именно к нему, к избранному народу, были обращены предостерегающие слова пророка Амоса. «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Соглядкой на взлеты и падения древнего Израиля. И нам, пожалуй, надо вспоминать себе, что за любым земным монархом стоит еще один царь. Царь небесный Бог, которого невозможно ублажить сладкими речами или подкупить подарками. Поэтому заключительные слова псалма «Услышь нас, Боже, когда будем взывать к Тебе». «Наверное, следует прочитывать в согласии с Сыном Божиим, который, обращаясь к Отцу, не требовал исполнения своих желаний, но не чего я хочу, а что ты». Несколько провокационная постановка вопроса в отношении царя. Но мне хотелось это проговорить в контексте библейской поэзии и своего, так сказать, национального превозношения над другими народами. Так, под помазанником, обращу ваше внимание, в данном псалме подразумевается прежде всего Давид. И что здесь интересно в данном псалме для нас, чтобы еще раз повторить, это, конечно, присутствие трех типов людей. Я уже вам говорил о том, что в некоторых текстах нашего православного богослужения мы находим параллели с Ветхим Заветом. В частности, попробуйте самостоятельно прочитать стихи 2-й, 5-й, 19-го псалма и молитву священника, которая читается при причащении тяжко страждущего, когда есть нужда дать причастие поскору, причащение на дому. Там есть серия утверждений, я уже, по-моему, цитировал вам какой-то раз, да укрепит тебя Господь, да услышит тебя Господь и так далее, которые произносятся новозаветным священникам по отношению к больному. Но сама форма выражений идет в параллель с Ветхозаветной поэзией. Это нас подводит к той мысли, что не было резкого прерывания традиции при переходе от Ветхого Завета к Новому, но был некий континиум, который продолжает сохраняться до наших дней. И одной из таких пуповин или мостом является сама Псалтырь, которая не просто вдохновила новозаветных авторов на создание новых текстов, но сами ветхозаветные тексты стали частью новозаветных, приобретя новую интерпретацию, новое осмысление, сохранив прежние богословские идеи. Итак, здесь упоминается сожетоприношение. И в последующем я еще приведу, надеюсь, те толкования на Псалмы, где еще более контрастно подчеркивается, с одной стороны, надежда Израиля на жертвы, а с другой стороны, особенно ссылаясь на пророков, упрек Израиля в том, что жертвы ничего не будут значить, если у народа не будет доброй совести и честного, праведного поведения. В одном из прошлых Псалмов мы говорили, что напрасно Израиль надеется на храм Господень. Здесь храм Господень, здесь храм Господень, здесь храм Господень. В этом Псалме Израиль все еще надеется на жертвоприношение. И уже совершив жертву, такое впечатление, что вот совершили жертвоприношение, и вот они ждут, что вот сейчас уже должна быть Божья милость. уже готовы хоругвии, транспаранты, вымпелы, чтобы потом победоносно провожать царя. Но, как мы знаем, удача повернулась к Израилю спиной, особенно в момент Вавилонского плена. Почему? На это пророки нам дают ответ. Продолжение следует...